Несостоявшийся врач-хирург и министр обороны Михаил Гаврилов удивил близких, когда вместо реализации мечты подался в артиста. Сам парень не верил в удачу, он ехал в Москву с настроением, в панели пропал и не прогадал. Сегодня актеру предлагают разнохарактерные роли, чаще всего это главные персонажи в популярных сериалах. Гаврилов родился в Тольятти, но прожил там всего 5 лет, так как семья переехала в Пермский край, маленький зауральский городок Чусовая. Кинематографическая биография Михаила началась в 2009 году, актер появился в эпизоде многосерийного фильма «Возьми меня с собой 2», а затем в одной из серий очередного сезона кодекса чести вскоре Гаврилова пригласили в триллер «Здесь кто-то есть» и продолжений «Здесь кто-то есть» и с куплением, которые дали заметный толчок к карьере. Интересные предложения стали поступать после учебы, например, «Ни в парнях счастья», «Екатерина», «Второй шанс», «Охота», «Молодежка», «Завтра», «Степные волки», «Пороги», «Отель Элеон», «У прошлого в долгу», «Крепостная», «Нити судьбы», «Журавль в небе», «Вампиры средней полосы», «Трейдер» и многие другие. В 2016 Михаил решил попробовать свои силы в телевизионном проекте «Ледниковый период», в шестом сезоне которого появился вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Татьяной Мяниной. В июне 2020 Гаврилов вместе с коллегой Марией Луговой стал участником программы «Кто хочет стать миллионером». У артиста есть страница во Вконтакте, там поклонники могут ознакомиться с творческой и личной жизнью кумира, посмотреть его фото. Профессиональная и личная жизнь актера тесно взаимосвязаны. Еще во время учебы в театральном институте он познакомился с будущей женой, также начинающей артисткой Анной Насатовой. Актеры вместе снимались триллер «Здесь кто-то есть», где предстали по сюжету парой влюбленных. Общение коллеги продолжили, только снявшись во втором сезоне фильма. Проверить свои чувства они решили на отдыхе, отправившись в Доминиканскую республику. После возвращения в Москву молодые люди стали жить вместе. С семьей Михаила и Анны не было творческого соперничества, так как супруги очень трепетно поддерживали один другого, обсуждали идеи и начинания. Еще больше скрепило семейные узы. Рождение в 2012 сына, которого назвали Андреем. Перед радостным событием влюбленные расписались в ЗАГСе, медовый месяц молодожен провели в Австрии. Совместную жизнь Михаил и Анна продолжили в Подмосковье, где после рождения сына арендовали коттедж. Но вот отпраздновать 10-летний юбилей со дня свадьбы не успели, новость о разводе стала настоящей неожиданностью для публики. А еще спустя некоторое время актер познакомил аудиторию с новой избранницей. Ей стала Валерия Третьякова. Познакомились будущие супруги во время пандемии, коронавирусной инфекции. Оба уехали из Москвы в Пермский край. Свою судьбу Гаврилов встретил на малой родине. Оказалось, что они даже учились в одной школе. Решение заключить брак было принято в кратчайшие сроки. В августе актер стал законным мужем землячки, а также приобрел двойную фамилию Гаврилов Третьяков. К слову, так поступило и его супругам. После свадьбы молодожены решили переехать в Чусовой, где сейчас проводят большую часть свободного времени, их родовое гнездо. Как говорит Михаил, всего был местом силы, при этом у пары есть жилье в Санкт-Петербурге. Сейчас Гаврилов продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится стартест? Пишите своему в комментариях.